Вот вы говорите, что да, надо собираться, надо приходить. Вы думаете, что мы не собирались, не приходили? Мы приходили. Мы собирались у Султанова. Вы говорите, что нужно собираться без главы. Вы знаете, на сегодняшний момент, на сегодняшний день без главы мы не можем собраться, потому что нам Султанов обещает одно, а делает он совершенно другое. Может, это будет маленько долго, но я скажу это кратко. У нас все началось с того, что когда мы здесь, конечно, в основном старались пригласить всех старших по домам, поэтому у нас народу мало. Кого мы могли, оповестили, значит, и вот пришли. У нас началось все с того, что когда, вот вы говорите про башкирские дворики, про башкирские дворики никто не был против, никто не был против. Но это было преподнесено совершенно по-другому. Когда сделали строители, ой, дорожное 40, и другое отдельно между ними делали, народ это все видел. Мы же говорили, вы сделайте вначале один двор. Покажите, как это, чтобы люди видели, сказали, да, нам это надо. А у нас пошло все по-другому. Мы, значит, тут слышим одно, что тут уберут, слышим другое, а дороды будут убирать, это будут убирать, там сделают, вам тут сделают парковку, вам здесь сделают дорогу проезжую. С одной стороны будет у вас пешеходная дорожка, с другой стороны пешеходная. Потом мы выясняем, что значит, что у нас там порт хотят поставить, хотели. Потом нам говорят, что дело дорожку хотят поставить. Мы, знаете, в каких только проектах уже не говорим. Поэтому мы собрались все старшие по домам. Это же вот у нас идет уже с осенью. Мы собрались, мы пришли, Марселу Мазгаровичу, в кабинет старшие по домам. Вы нам скажите, что, как будет. Он говорит, вот будет освещение проводить. Хорошо, это зима была, мы вышли на улицу, все посмотрели, отговаривали. Он нам сказал, ну, столбы, наверное, если получится, поставить на ту сторону. Со стороны, скажем, строитель 41, вот тут во дворах. Если нет, то сюда к нашим домам, богородам. Мы еще приемлемо, Марселу Мазгаровичу, можно же как будет. Все, вот я вам обещаю, вот когда начнется этот проект, Наташа, я тебе позвоню, номер телефона есть, прежде чем начать это делать. Вот мы будем делать. Сидят старшие тут дома, я не буду брать, вот что как есть. Однако ж никаких звонков нет. 29 декабря я прихожу домой, у меня во дворе стоит столб. Вот так вот, в огороде, прямо как раз на моем участке. Ну, думаю, султанок, молодец. Не зря у него кличка Ситрый Лис. Ну, ну, ты как бед, Ситрый Лис, хорошо. На следующий день я иду к нему. Это не оскорбительно. На следующий день я иду к нему, прихожу. Я говорю, Марсел Мазгарович, я не понимаю, какие проблемы-то? А в чем дело? А что, говорит он? Я говорю, что не значит, что у нас там вы поставили. Да? А я что? Как дурачком, гравочек, прикинулся. Я говорю, хорошо. Вы начали войну. Мы с вами договаривались. Понимаете, так не бывает. Вот мы стоим старшим по домам. Он стоит, руку взмет, договорились. Мы приходим и своим же жителям говорим, вот так, так. А он делает договор. Как мы? Хорошо. Хотите войны? Будет вам война. Он сказал, что пусть столбы стали. В крайнем случае 10 метров. Тут он объясняет, вот это так не получается, так не получается. Но какая разница? На этой стороне начали, и все равно на той стороне закончили. И у нас с этого все и пошло. Мы ему приходим, у него просим одно, он нам говорит другое. Теперь мы возьмем, давайте по заборам. Заборы, которые все наши заборы убрали, когда ставили столбы. Можно же было аккуратно убрать. А их не просто убрали, их выломали. Вот эти железные заборы выдавили. И ходил там наш Соляхов, управляющая компанией, который наш, которому мы платим деньги, мы его содержим. А он пришел, это все выдавил и говорит, это указание султанова. К султанову приходим, он говорит, это указание главы. Понимаете? Одно с другим тут не связано. Хорошо. Выломали заборы. Кому они мешали? Ставили, когда окон, ставили лампочки, когда вешали. Ни одна машина не заехала в огород. Они все были по дороге. Все стояли по дороге. Это у меня есть фото, я все зафиксировала. Плажа, 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 плажа. Пусть все будет спокойно. Что же у нас здесь заборами? Ухажите. Все будет нормально, значит забор остается на вашем уровне. Это все восстанавливает, обосстановит. Время проходит, заборы не восстановлены. Какое-то время проходит, значит мы опять собираемся. Камская 7 был старшим по дому тогда, Николай. И вот вы согласны? Да, он сказал, он согласен. Мы согласны. Мы опять идем туда. У них там, значит, этот участок, вся глина там, песок, грязь. Господин Султанов говорит, мы здесь вам все забетонируем, заасфальтируем, у вас будет все прекрасно. Однако, что почему-то эта грязь с той стороны сюда пришла. Потому что провели теплотрассу, там была дорожка, у нас тропуарная дорожка была, асфальтированная. Когда везде вот здесь теплотрассу меняли, на это же место положили эти глины. А тут, что она вот так вот идет, дорожка. Там как раз они ушли от той старой теплотрассы на 3 метра, и мы прямо по этой дороге вырвали, асфальт и положили. Я спрашиваю, ну я опять все сфотографировала, я спрашиваю, а к чему ты делаешь так, ребята? У нас такое указание. Понимаете, не путем на капли. Мы ведь ничего от вас не просим сверхъестественного. Мы же говорим, ради бога, мы только за то, чтобы наша березовка процедала. Да, я согласна, партнер и новая компания. Мы еще в прошлом году сказали, создайте одну компанию. Вот зачем Саляхову на 12 человек, извините меня, 3 кабинета? Это же наши деньги. На эти деньги можно что-то другое сделать. Это ведь не один партнер должен косить траву, как вы понимаете. Мы же платим ему деньги за то, что он вокруг нашего дома должен косить. А он не косит. Пришел партнер, ладно, косишь. Хорошо, это одно. Когда, значит, эти заборы, все произошло, Мы теперь собираемся, господин Султанов говорит, восстановить заборы с Саляховым. Было такое? Саляхов сидит и улыбается. Деньги заплатите, восстановлю. Как? Ну, кому платиться? Мы вот эти заборы снова подняли, как могли, выпрямили. Как вы говорите, где-то там поперли деревяшкой, где что, как, кто мог. Ну, вы же сняли где-то там старые заборы. Они нормальные заборы. Поставьте нам. Мы еще раз говорю, мы же не просим ничего. Оставьте вы нам эти заборы. Так вы придите к людям, поговорите, спросите. Народ, вы согласны? Нет? Нет у вас. 6 марта, значит, вы проводите собрание, никого не оповещая, что, значит, тут благоустройство. Люди пришли, люди за то, чтобы, значит, убрать заборы, огороды. Нам скидывают фото, да. Тут у вас сидят депутаты, тут у вас сидят администрация, там сидят люди, значит, кое-кто. Мы их спрашиваем, до них дошло только то, что... Вы согласны на то, чтобы поменять заборы? Да, с тобой. Понимаете? Вот народ еще что-то не это понимает. Поэтому у нас вот эта вся проблема. Поэтому мы, самое главное, мы не против этих башкетских дружек. Вы сделайте один, покажите, потом сделайте другой. А они взяли разом, все, пизде, убрали заборы. И народ бедный стоит и не знает, можно сажать или нет. И потом, что это за такие вот... Я иду по улице, меня встречает женщина. И говорит, представляешь, Наташа, Вот я подошла, говорит, к Султанову и спрашивает, ну, вот вопрос вот такой-такой. А он мне отвечает. Пиши, иди к Наташе, пишите письмо Хабирову. Ладно, это я проглотила. Подходит другая женщина, говорит. Наташа, вот так и так, сейчас у нас тепловые счетчики хотят. Я, говорит, к Саляхову подошла, Саляхову говорит. Иди к Наташе, пишите. Хорошо, ребята, друзья. Но если вы не можете, тогда встаньте, освободите место. Хорошо, хотите, давайте я сяду, Марсел Мазгарыч. Мне было лет 10 назад, я высела. Сейчас это не мое. Но если вы не хотите, дайте молодежи пусть сели. У меня все.